В минувшие выходные поздравления принимали жители одного из самых молодых городов республики. Новочебоксарскую исполнилось 53 года. К празднику приурочили множество концертов, соревнований и выставок. Подробности в следующем материале. Под задорные мотивы чувашских песен в Новочебоксарске открылась выставка осеннего урожая. Ягоды, виноград, картофель, огурцы и кабачки. Сочные на вид, аппетитные на вкус. Некоторые овощи даже в руках невозможно было удержать. На радость гостей их украшали в яркие наряды. Все это на своих участках вырастили садоводы. Летом они поработали на славу и сейчас представляют плоды усердного труда. Столы на уличной ярмарке пустели буквально на глазах. Очень много надо работать для того, чтобы произвести такую продукцию. Если лениться, ничего этого не получится. В двух шагах от ярмарки сельхоздостижений школьники рисовали картины города своей мечты. Жители самого молодого муниципалитета республики в будущее смотрят уверенно. То, что новочебоксарцы любят свою родину, бросается в глаза сразу, отметил Михаил Игнатьев. Это город, где живут креативные люди. Хорошая нецелевные. Молодые люди ведут здоровый образ жизни. Поэтому я поздравляю с праздником. Хочу пожелать так, держать, двигаться только вперед. С праздником, уважаемые горожане. Центральная площадь города превратилась в самую здоровую территорию. Здесь новочебоксарцы делали зарядку и болели за участников масштабных соревнований по кроссфиту. В Новочебоксарск они приехали из разных регионов страны. Зрелищным этот вид спорта называют не случайно. В себе он объединяет гимнастику, легкую и даже тяжелую атлетику. Тренажеры для спортсменов установили прямо на улице. Кроссфит только начал набирать популярность. Это общая физическая подготовка. Здесь человек развивается гармонично во всех направлениях. Он такой же быстрый, как и сильный, такой же гибкий, такой же мощный, такой же выносливый. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.